Ребята, всем привет! Спешу поделиться с вами срочной новостью, которая произошла буквально с 1 сентября. Итак, программа «Режим Украина» прекращает свое существование. Больше нет такой программы. Начиная с 1.09.2019 существующие проекты и режимы объединяются в три программы, которые будут в дальнейшем работать в Украине и в других странах. Итак, теперь режим «Украина», туда же относится режим «сельскохозяйственный работник», то есть это сезонные работы, я так понимаю, и режим «другие страны», в которые входили Монголия, Филиппины, Сербия, называться будут «политицированный работник». То есть это новая программа, которая объединила в себе три программы, которые будут уже работать по-новому. Есть некоторые изменения, о них чуть-чуть подробнее попозже. Вторая группа – это будет высококвалифицированный работник. Раньше были такие проекты, туда входили, как «Проект Украина». Это люди, которые имели уже специальность, медики, я так понимаю, туда относились больше, там, строительные какие-то специальности, уже с подтверждением дипломов, с подтверждением образования. И проект «Индия». То есть есть такой проект, точнее был, сейчас это все будет уже высококвалифицированным работником. И следующий, третий проект, который будет у нас, это «Ведущий и научный персонал». Он больше касается для инвесторов. И там уже ребята, те, кто хочет инвестировать в чешское государство, то для них такой проект. Что по программам, как бы самое интересное, для нас, конечно же, это квалифицированный работник. По сути, я так промониторил, посмотрел на чешском консульстве, все вроде бы осталось тоже, но, опять же, есть некоторые нюансы, опять же, ходят слухи, и говорили некоторые ребята, подписчики, что требуют чуть другие документы, а конкретно уже подтверждение диплома. Хоть вы даже, допустим, едете на автозаводы, либо склады, либо еще куда-то по этой же программе, то требуют уже нестрифицированные, переведенные на чешский язык дипломы. Честно, я не знаю, не готов вам об этом сказать, но убедительная просьба, если есть такая информация, кто будет поддаваться уже в сентябре, либо в октябре, просьба писать под видео, в комментариях данную информацию, если действительно это так. А в это же время, в то же время программа расширяется на новые страны, то есть квалифицированный работник, если раньше это был режим Украины, который интересовал нас больше всего, сейчас добавляются еще такие страны, как Беларусь, Молдавия, Индия, Казахстан и Черногория. У меня лично, в нашем канале много спрашивалось из Казахстана, много ребят спрашивалось из Беларуси, интересовались данными проектами. Ребят, для вас теперь открыты возможности по квотам, сейчас расскажу более подробно, сколько и чего будет у вас данной возможности использовать эти квоты. А по Украине квоты, которые были подтверждены, раньше я записывал видео, что с 1 августа введутся в квоты 40 720 заявок на один год, это в среднем получается около 300-400 квот в месяц, это именно на режим квалифицированный работник. Еще на Украину 24 заявления на долгосрочные визы с целью предпринимательства. Из них 12 заявлений на ведущий научный персонал. То есть 24 заявления на долгосрочную визу будут приниматься по двум остальным проектам. Высококвалифицированные работники, ведущий научный персонал. Там они разделяются пополам. По Белоруссии квоты даются 1000 квот на один год. Из них 800 квот квалифицированный работник. То есть 800 квот, 800 заявок, которые можно будет подавать по аналогу программы режим Украины. То есть программа называется теперь квалифицированный работник. По Казахстану 380 квот всего, один год, то есть 300 квот на квалифицированный работник. 80 на все остальное, на два остальных проекта. Вот. Это как бы самое основное. По изменениям, ребят, какие изменения? Процедура по программе квалифицированный работник та же, что и по режиму Украина. Но теперь заявители должны ждать, пока с ними свяжется генеральное консульство, либо будущий чешский работодатель. То есть по сути ничего здесь не меняется. Все аналогично было, как и по программе режим Украины. Но теперь кто будет подаваться, будет обязательно указывать электронную почту. В принципе это было ранее. Мы тоже это делали. Но нам приходилось сообщение на дату получения той же визы. А по режиму подачи нам уже давал информацию всю работодатель. Ну точнее посредник, который занимался нами непосредственно. То есть озвучивал дату, мы ехали на ту дату, подавались. Подаваться нужно будет одним днем. И желательно все это нужно будет делать с 8.30 утра до обеда, до перерыва их, до 12.30, если не ошибаюсь. Но всю информацию можно узнать на сайте чешского консульства ваших стран. А это первое изменение. Второе, это все заявители подаются только во Львове. Без исключения. Если раньше можно было подаваться еще и в Киеве, то сейчас только во Львове. Это VFS Global. Ребята, это не реклама. Это, сразу говорю, информация, которая подтверждена на сайтах. Именно конкретно сейчас идет разговор об Украине. Поэтому только в этом визовом центре, который находится по адресу Джерельна, 18, только там все принимаются заявки. Все другие, никто ничего не принимает. Хотя множество посредников, множество, так называемых, помогал, предлагают свои услуги и предлагают подаваться в других городах Украины. На самом деле это не так. Этого делать нельзя, потому что можете ждать и по 2, и по 3 года свою рабочую карту. Это как бы самые основные изменения. Единственное, что еще, я же говорю, есть информация, что на сайте она указана, что дополнительные документы это династрифицированный переведенный диплом. Все остальные документы остаются в том же порядке. Это анкеты, это заполнение всех формуляров, они чуть-чуть изменились. Изменили больше, знаете, как бы внешний вид, хотя вся суть осталась та же, вот, у тех же анкет. А документы, которые необходимы от работодателя, опять же, с Чешского, это все предоставляется по этим режимам. И дальше уже с полным пакетом идете уже и подаетесь. По этому поводу, по поводу диплома, ребят, опять же, просьба убедительная. Кто будет подаваться, делитесь информацией. Честно, информация, она не мне больше нужна, она нужна тем людям, которые смотрят наш канал, которые хотят быть информированы полностью о всей происходящей ситуации, которая складывается вокруг этого вопроса. Вот, то есть, в принципе, вот такие вот нюансы. Вам спасибо за просмотры. У меня все. Подписывайтесь на канал, делитесь своими комментариями, по поводу этого вопроса. Понравилось ли, если вам видео, ставьте лайки. Все, всем пока!